Друзья, всем привет! В этом году с учетом нехватки ликвидного товара и особенного спроса на лимитированные часы, я решил показать вам нечто особенное. То, что можно отнести к разряду коллекционных часов. Хорошо, что у меня есть множество дружеских взаимоотношений с разными марками, и я кинул, так сказать, клич. А что же есть такого интересного у брендов на сегодня? И получил вот эти часы. Grand Seiko 24 сезона на канале Watch Life. Не пропустите, это стоит посмотреть. В этом обзоре я покажу вам полную коллекцию новинок, состоящую из четырех моделей часов. И, конечно же, поделюсь своими мыслями о увиденном. Почему 24 сезона? Стоит ли вообще рассматривать такие часы к покупке? Прежде чем перейти к демонстрации этих часов, хочу поделиться с вами фрагментами и похожими историями из своей часовой жизни. Коллекционные часовые издания были в моих руках от разных компаний. Это, разумеется, Омега рассказывал как-то вам о трилогии и не только. А Демар Пиге в свое время делали тематическую коллекцию Нави, Вулкана и Сафари. Зенит демонстрировали модели, посвященные историческому наследию. И где они все? Их нет, и купить невозможно. И если даже вы найдете на просторах интернета такие часы, как вы понимаете, цена будет не сладкая. Так вот, давайте перейдем к новым моделям из коллекционных часов Grand Seiko. И потом не говорите, что я вас не предупреждал. Новая коллекция Elegance посвящена временам года. В Японии каждое время года состоит из шести фаз. И все они имеют свои характерные черты. Изменения этих природных фаз едва отличаются и уловимы взглядом. Но делают ее более осязаемой, по мнению японцев. Каждые из новых часов посвящены одной из 24 фаз. Я не буду долго останавливаться на всех фазах, хочется перейти уже к демонстрации часов. Кому интересно, можете постоять на паузу и ознакомиться более детально. Описание всех 24 сезонов вы видите на экране. Наверняка кто-то из вас подумает, нормальный такой ход японцы придумали и сделали столько часов. Нет, это не просто инфоповод или искусственно созданный маркетинг. Эта культура, друзья, японская утонченная культура с поклонением и уважением к природе, которую не так детально демонстрируют своим ремеслом и кропотливой ручной работой. Вот теперь давайте по порядку посмотрим и постараемся, самое главное, увидеть все то, что хотели передать нам японские мастера в понятных для нас четырех сезонах. Внимание на экран, сейчас произнесу несколько слов по-японски. Выбранные фазы секи по-японски это Сюнбун – весна, Сёсё – лето, Канро – осень и Тодзи – зима. Версии часов весна и лето оснащены калибром Hi-Bit 36000 полуколебаний с GMT, а калибр Spring Drive установлен в моделях осень и зима. Итак, первая модель по техническим характеристикам. Высокочастотная механика с автоподзаводом с частотой 36000 полуколебаний в час. Запас хода 55 часов, функция GMT. Стальной корпус в размере 39,5 мм. Водозащита 3 атмосферы. И цена такой модели 684 тысячи рублей на сегодня. Эта модель олицетворяет весну. Время года, когда начинает зеленеть трава. Вишневые деревья в горах Японии начинают свисти и украшать склоны. Во время сезона Сюнбун наступает весеннее равноденствие. Именно поэтому эта модель получила циферблат зеленого цвета и очень тонкую структуру. Присмотритесь. Не знаю, сможет ли передать камера эту легкую, кажущуюся неровность, ворсистость даже, но держать часы в руках очень интересно вглядываться в каждый элемент. Мне напомнил этот циферблат мох. Чувствовать чего-то приятного и мягкого, как бархат. Меткие стрелки часов, как положено, отполированы до зеркального блеска. В этом случае по бокам. В центральной части они сатинированы, что придает большей сложности при имеющихся множестве граней. За функцию второго времени отвечает дополнительная стрелка, золотым наконечником в цвет самого усложнения, нанесенного на циферблате GMT. Корпус часов классической формы, обтекаемый и круглый, с выпуклым сапфировым стеклом купольной формы. Сбоку четко видно, как оно возвышается над корпусом. Да, и конечно же корпус непростой. Грани, сложные переходы, красота. На запястье часы лежат очень комфортно, оптимальны по весу и своим габаритам. Вроде 39,5 мм, но выглядят крупнее. После весны наступает лето, а значит мы переходим к следующим часам. Пожалуй, самым ярким светло-голубым циферблатом. По техническим характеристикам этой модели. Тот же механизм GMT в аналогичном корпусе, свод с защитой 3 атмосферы и ценой 684 тысячи рублей. Основное отличие от предыдущей модели, это конечно же циферблат. Именно на этом циферблате текстура явно видна. Этой моделью разработчики передают то, что в Японии заканчивается сезон дождей. Теплый ветер создает тонкую рябь на поверхности озер и прудов, которые красиво мерцают под лучами раннего летнего солнца по всей Японии. Эта тонкая кропотливая работа с текстурой циферблата максимально реалистично передает ощущение летнего сезона. Самое удивительное, друзья, что циферблат идеально ровный. Зрительно кажется, что он весь волнистый. Как они это делают? И заметьте полностью ручная работа одного мастера. Еще одним маленьким, но интересным отличием лета от весны, которые я заметил, это стрелки и метки. Они уже полностью отполированы. Сверкают, конечно, над этой морской гладью, как кусочки зеркал. Блеск одним словом. Стрелка, отвечающая за функцию второго времени, в этом случае вороненая. Надпись GMT выкрашена в синий цвет, как и цифры. Что касается задней крышки, то она прозрачная, на шести винтах. Сквозь сапфировое стекло виден высокочастотный механизм Grand Seiko. Браслет комбинированный, в большей степени матовый, с полированными элементами, по середине и сбоку. Замок однорычажный, с двумя кнопками по бокам и объемным красивым логотипом Grand Seiko. Эти две модели часов поступили в Россию весной, и вы наверняка могли их видеть уже в социальных сетях. А вот следующие две модели поступили совсем недавно. Сезон осень, третья модель сегодняшнего обзора. Помимо нового, конечно же, текстурированного циферблата, в этих часах есть как внешние, так и внутренние отличия. По техническим характеристикам. Механизм Spring Drive с функцией запаса хода и второго часового пояса. Запас хода 72 часа. Корпус 42 мм, выполнен из стали. Водозащита 10 атмосфер. И цена такой модели 612 тысяч рублей на сегодня. Своим внешним видом, текстурой циферблата, часы как бы намекают нам, что вечера стали наступать раньше и становятся прохладнее. Идея и смысл в изображении уже ночного неба на циферблате с плавно скользящей луной по нему. В нашем случае секундной стрелкой. Невероятную плавность хода и завораживающий эффект которой осуществляет механизм Spring Drive. Мне этот рисунок сходу напомнил какие-то завихрения ветра и в то же время что-то шерстяное и теплое. Я не японец однозначно. Очень много разного можно увидеть в текстуре этого красивого и реально сложного циферблата. Честно, часы вызывают какой-то магнетический эффект. Можно зависнуть надолго, глядя на эту модель часов. Сочетание цвета. Отлично смотрятся золотистые цифры с надписью со стрелкой GMT. Что касается минутной и часовой стрелки, то они, как и в модели часов весна, комбинированы. А именно полированы и сатинированы в середине. А вот корпус с небольшим отличием. В этой модели ушки корпуса часов имеют исполнение полированных элементов и шлифованных. Гармонично смотрятся, мне нравится. Задняя крышка часов прозрачная, как и во всех моделях. Вот он, основной узел механизма Spring Drive, который используется взамен привычному балансу хода часов. С учетом небольшой разницы размера корпуса, часы выглядят крупнее и ощущаются на руке больше. Незначительно, но факт. От осени переходим к зиме и завершающим часам нашего обзора. Циферблат этой модели имеет текстуру и цвет зимнего пейзажа. А золотые акценты обыгрывают сцену, когда солнце начинает опускаться за горизонт. По техническим характеристикам, тот же механизм Spring Drive с функцией запаса хода. Вот защита 10 атмосфер и цена 612 тысяч рублей. Каждый циферблат у Grand Seiko особенный. В каждый хочется вглядываться. И модель зима далеко не исключение. Глядя на этот циферблат, хочется максимально приблизить взор и разглядеть этот хаотичный узор множества точек, имитирующих снег. Я встречал циферблаты с зернением у других именитых брендов. У Grand Seiko они явно отличаются. Они особенные, реально с глубоким смыслом и идеей передать ту мысль, которую хотели донести разработчики. Мне очень нравится, что можно встретить естественные неровности. Как будто ветер дул по снежному покрову. И где-то текстура ровная, а где-то нет. Такая тонкая грань и очень тонкая ручная работа. Легкий контраст золотистой стрелки и надписи GMT демонстрируют присутствие усложнения в механизме. Конечно же завораживает секундная стрелка, которая плавно скользит по циферблату. Не знаю почему, но новые модели осень и зима сделали чуть крупнее по размеру. Имейте это в виду. И как ни крути, в каждой из моделей есть маленькие отличия, которые бывают и не видны сразу. Это здорово. Каждый из вас сможет подобрать что-то подходящее для себя и любоваться тем, что больше нравится. Глядя на все четыре модели одновременно, даже сложно сделать очевидный выбор. Какие часы вам понравились больше, пишите, обсудим. Друзья, я бы однозначно порекомендовал вам эти часы не только с точки зрения покупки эмоционального и красивого аксессуара, но с точки зрения инвестиций и дальнейшей перспективы. Почему? Давайте поделюсь своей мыслью. Внимание на экран. Смотрите. Название коллекции 24 сезона. На мой взгляд, неспроста. Исторический факт. В 2019 году для американского рынка были представлены четыре модели часов с названием «Японские сезоны», которые были выпущены и успешно распроданы. Каждая из этих моделей, если обратите внимание, относится к тому или иному сезону. Но в случае с этими часами их названия подразумевают природные явления. Они были представлены в других корпусах, с другими механизмами и со своей интересной историей. Может быть это был эксперимент Гранд Сейка, и никто даже и не думал о дальнейшем продолжении. А после такого успешного выхода первых четырех моделей и массового обсуждения, подпитанного повышенным спросом и желанием купить, японцы выпустили долгожданное продолжение. Не могу утверждать, могу только предполагать, что это было начало 24 сезонов. А вот теперь четыре модели, которые у меня в руках, появились и стали доступны для всего мира. Так что есть о чем задуматься. Представляете, если собрать такую коллекцию, сколько же она будет стоить, даже не могу предположить. Посмотрим, какие выйдут следующие часы, а самое главное когда. Но в чем я точно уверен, это то, что пока часы есть. И если из этого сета купят одну модель, и ее уже не будет в представительстве и в магазинах, то коллекция, как вы понимаете, будет неполной. Тем самым, та или иная модель среди коллекционеров будет очень необходима и дорога. А как будет на самом деле, время покажет. Пишите в комментариях, какие часы вам понравились больше и что вы вообще думаете о коллекции 24 сезона. С вами был Греков Юрий, до новых обзоров, пока. Субтитры сделал DimaTorzok